Короче, господа, я вас всех приветствую на новой серии роликов. Сегодня мы начнём штурмовика, и сегодня я вам постараюсь дать ответ. С чем же всё-таки играть штурмовику? Я уже потратил уйму деталей, прокачал, получается, АК Альфу, прокачал КУБЗ, насколько-то, прокачал АК-12, прокачал Берету, прокачал СТК, прокачал ИВИ Кармал, прокачал ХК, а нет, ХК не прокачал. Но ХК, оно, в принципе, играбельно должно быть и так. У КБЗ все статы выше, чем у обычных этих пушек ХК и Хелион. Начнём мы по порядку. Самая дефолтная пушечка АК Альфа. Поехали. Сейчас я вам наглядно покажу, почему Сирока лучше, чем Варяг. Статы у них разные, не нужно смотреть на статы только брони. Там даёт комплект, получается, снаряжение 500 брони у Сирока даёт. У Варяга всё-таки написано те статы, которые есть. Просто наглядное пособие. Сколько патронов нужно в снаряжении штурмовика, потому что оно с инженером одинаково, броню Сирока. Поехали. Девять патронов в тело с АК Альфы. Девять. Чтобы убить инженера, ну или штурмовика, броню Сирока. Потому что у них броня одинаковая, у штурмовика и у инжа. Варяг. Варяг. Вот. Наглядное пособие вам. Варяг, штурмовика. Шесть патронов всего лишь. Шесть понадобилось на то, чтобы убить штурмовика в Варяг. А вопросы есть, почему броня Сирока лучше? Я думаю, вопросов больше ни у кого нет. Поехали тестить АК Альфу. Так, ну что, братулый город. Мы в атаке? Ну, кстати, в атаке как будто не ошибка. Начинай. Сгори, сука. Нет, не сгорел. Оглушитель АК Альфа режет урон? Блядь, десять процентов. Это очень много. Не попал в голову, с меда выходит. Не-не, в упоре. Мне в голову, опять я подкат сверху. О, инжа прикает. Убил инжа. Приехал. Девяносто. Найс, молодец. Пятьдесят. Ха, агресс максимальный показывает. Пятьдесят. Так, я полетел, дай лочку пушить. Он очень плохо пилит в тело. Прям очень. Это прям беда. В голову стрелять норм. В тело вообще не вариант. Нормально. Отфармил авика. О, что-то вверх. Ну, потом мне в тело перепилило, естественно. Ну, смотри. Ну, МГЛЮТ просто по одному их выкашет. Они по одному на него выходят на прицел. Кирли так не стрелять. Так, ну что ж. Теперь я предлагаю, знаешь, что взять? ХК-433 или Хелион. Ну, наверное, возьму Хелион, потому что он, по идее, приятнее для меня, по крайней мере, чем ХК-шечка. АК-Альфа быстрый темп стрельбы имеет, ну, имеет ваншот в голову. Типа, как для стандартной пушки, ну, мне максимально не понравилось с ним играть. Я тебе больше скажу. Когда АК-Альфа выходила вообще еще только-только, мне не нравился он. Я играл тогда инженером, и мне как-то инженеры, ну, больше по душе. Я не знаю, ну, не ощущается он как приятная пушка. Не могу обисать. Вот, ну, не могу я играть с той пушкой, которая мне вот не нравится. И все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь патронов. Восемь патронов у Хелиона. Если что, вот эта пушка в данный момент, которая лучше, чем стандартная, как минимум, есть в описании. Там комплект пушек и скинов на все классы. Скины топовые, кстати. Новички по этой же ссылке, если что, могут зарегаться. Эта акция вообще для всех аккаунтов работает, так что вы можете пользоваться. А еще ниже потом эту промочку листаете и выбираете один из классов, на который, собственно, хотите себе забрать пушку и скин сроком навсегда. Карта... Ну, я не знаю, что за феерия говна. Почему сразу ею? Дорогу играю. Ялика убил. Убил инжа. Я сгорел нахер в Молике под подсадкой. Дорога еще у них. Дорога, дорога. Выпускай дорогу, может, все вместе. Найс, все, вверх лаз. Хорошо. Ну, еб... Моличи заебали! Вверх можешь резать, пожалуйста? Не, а медик плент. Убил плент. Он на мангал к тебе пришел. Ну, мне похуй уже. Я уже выиграл раунд. Тем, что убил инженера и забайтил на себя медика. С Хелионом мне приятно играть. Хотя по всем параметрам, типа, АК альфа лучше, кроме распила по телу. Главненько мы переходим уже, соответственно, к мете. А мета у нас это либо АК-12, либо КОБЗ. Сейчас мы, собственно, и попробуем разобраться с этим. Шесть патронов с АК-12. А теперь ваншот в голову, давай проверим. Ваншот? Я думал, кстати, не будет. Тут штурмовичок должен нагибать. Заскай, я ему сейчас префон дал. Ой, авик под головой. Пробегай, пробегай, пожалуйста, Миша. Найс, еще пробегай. Хорошо. У меня еще рука в двойке, рука в двойке, инженер. Наши типы нихера не сделали. Мы убили троих, а они не убили одного только. Найс. Нормально. Суса АК-12 универсальная пушка. Она и в тело пилит, она и в голову ваншотит. И темп у него бешеный. Вот сейчас будет пламиком, я бы ему дал ваншот. Уйди нахуй. Не фуни. Взорвал уже. Алик под головой нашей. В респу уходит, Миша. Справа дай смок. Ну зачем ты один играешь? Бля, ну это наш раунд. Хороший. Слава яйцам, бля, ну вот просто приходится исправлять ошибки тиммейтов. Убил. Иди ко мне быстрей. Хорошо. Какие мы киборги с тобой лютые. Вообще, что за разыгрывание. Мы просто лютейшие киборги. Ну АК-12. Мое почтение, реально. Кубы З. По модам тут, ну естественно, отдача, темп и так далее. Но у меня вот такие моды будут стоять. Меня они вполне пока устраивают. Я не хочу сильно прокачивать. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь патронов в тело. Ну, собственно, это было очевидно. Ну и давай ваншот в голову проверим, будет на такой дистанции. Опа, пара-пара-пам. Пшш, пам. Карта мосты, я с Кубы З, мы за атаку. Как будто первый раунд я просто лечу двор. У меня медик. Алик на мусорке. Блин, а с Кубы З, знаешь, что мне нравится? С нее в прыжках стрелять приятно. Охереть, просто смоки. Я просто вижу все. Вот опять два смока лежат, а опять я вижу все. Не попал осел, рука задрожала. Дэл, дэл. Блин, рука задрожала, я клянусь, мог мозголом отдать. Бомж Вася в Харю получил. Медик в Харю получил. Кубы З можно было не тестить объективно. Точность у него очень хорошая. Ваншот в голову имеется, но не супер дальней дистанции. Но пока показатели МК-12 сильнее. Так, а мы сейчас плавно перетекаем в пузострельную мету. Начать, наверное, с того, что прям очевидно мертвого уже сейчас. Это СТК. Она была переапанная пушка, она доминировала над всеми очень долгое время. Сейчас посмотрим, что с ней сделали. Я с ней даже после обновы еще ни разу не играл. Раз, два, три, четыре, пять. Видишь, я сказал, пузострельная мета. А рука-нога чисто ради интереса. Давай. Я думаю, рука-нога шесть. Нога, поехали. Семь. Ой, еще и карта хорошая, контактная. Офигеть, я уже был уверен, что я его убил. О! О! Найс, давай, пойдем. Убил двоих, отдачу кое-как сконтрил. Отдачу реально кое-как сконтрил сейчас. Еще центр давит, центр давит, центр давит. Принять. Найс, еще центр. Ну, как же они играют плохо, это вообще. Не, штурмовик со стака вообще параша, ничего не сделает. Голову не соимить, отдачу не сконтролить, это вообще. Ну, видишь, все, невозможно. Вот на такой дистанции уже невозможно сконтролить отдачу. Так, ну я ставлю ставку, что беретта будет сильно интереснее, чем стака. Так, поехали. Пять патронов тела. Это уже автоматически не лучшая стака. Ну, отдача тут хотя бы получше, чем у стака выглядит. Шесть. Нормально. Ну, короче, беретта сейчас заменила стака. Так что, ребята, те, кто играли раньше со стака, любили его. Смело можете пересаживаться на беретту. Let's go, bro. Беретта RX действий сейчас будет. Нихера. За миллисекунду просто. Нихера, сейчас я сдул просто мужичков. Нормально. Мне беретта очень нравится. Ну, спиливает нахер. Просто за миллисекунду. Как СТК, клянусь. С одной обоймы просто. На, минус три, деточка. Еще пикаем. Перевоскоп, аккуратно. Смог, смог, смог. Ди Никит Капель. Беретта RX противо К12. Две старые легенды сейчас скрестутся. На, и он без хп был, и я без хп был. Мы были в равных. Сюда, иди сюда, Никита с АК-12. Я тебе клянусь, она просто сдувает. Если ее контролей... Все, нет, чела. Короче, пока что мои фавориты, реально, АК-12 и Беретта. Поехали, последняя пушка. Сейчас, возможно, Иви Кармал супер универсальная пушка. Она все изменит и такая скажет... Да вы, подвиньтесь, молокососы. Сука. Пять, блин. 166 урона. Почему не убивает четырех? Ну ладно, поехали, попробуем. Это что, это нормальная карта? А, у меня плавник не простреливает. Вот параша. Не-не-не, Иви Кармал вообще говно. Бил, первый. Все, лан, победа. Ребята, нет, пушка. Не-не-то. Жестко, видишь, как делаю? Садишь? Да как? Нет, ну от чего, от чего? Такой имбуз я не ожидал. Так это от этой пушки, ты понимаешь? Даже для ПВЕ нахер она вам не нужна. Корт с ПВЕ-магазина заберите. Он уже в дефолте, без прокачки. Во. Если на штурмовика вы любите позажимать в пузо с кайфом прям, Берету я вам реально рекомендую, потому что это почти стыка. О, голова шотом и так далее. По универсальности. По универсальности, естественно, АК-12, ну, прям, фаворит вообще. Ну-ка, БЗ, опять же, есть глушитель, есть подствольничек, чтобы добивать, отфармливать трупы. АК-альфа, ну, любителя, мне не нравится эта пушка. Вот скажу честно, просто, как есть. Ну и все, остается у нас, получается, три пушки, вот прям жесткие. БЗ, это АК-12 и это Берета. По модам, ну, естественно, моды на Берету. Вот, я дальность, ой, темп не стал сильно прокачивать, потому что отдача становится еще сильнее. По модам на АК-12, я думаю, тут тоже все предельно понятно, дальность отдачи от темп стрельбы. А, еще рукоятка, важный момент, рукоятку использовать облегченную, потому что отдача там становится сильно легче. Всем привет, ребят, это Фейбер. На первом месте своего топа я расположил такое оружие, как ЮБЗ. Его преимуществом является, в первую очередь, подствол, хотя с появлением новой брони, конечно же, защита от взрывов очень большая, но подствол может служить как отфармить труп, либо же просто кинуть подствол под ноги противнику своему, и у него уведется прицел в какую-то сторону. Также есть мод на 45 патрон, и то, что это оружие совершенно без задачи, и поэтому это улегчает намного геймплей, поэтому для меня это оружие стало железно на первое место. На второе место своего топа я поставлю такое оружие, как Корт. Это новый пулемет, который простреливает абсолютно все ящики. Жалко, что не металлические, конечно, но тоже это очень большое преимущество. Плюс очень быстрое ТТК, очень быстро распиливает даже штурмов под шприцом, и огромный темп стрельбы, уверенное второе место в моем топе. И на третьем месте моего топа такое оружие, как АК-12, наш старичок. Почему на третьем месте? Да, потому что это оружие, чтобы просто вспомнить былые времена и пострелять в голову, условно, на мясорубке, зайти либо на ангарчике. И у него нет таких преимуществ, как подствол, условно, у КВБЗ, либо же прострелы через деревянные ящики и стены, как у Карда. Поэтому данное оружие занимает третье место. Так, приветствую, в общем, Константин. Топ-3 пушки это Корт, Кубз и АК-12. По местам Корт и Кубз на первом, на третьем АК-12. Ну, типа, первый-второй, Кубз, Корт делят для меня. Потому что АК-12 на последнем, почему? Потому что у него нет подствола, как минимум, у Кубза есть. А Корт и Кубз почему дерутся? Потому что убивать можно больше с Кубзом, но Корт, он для людей, которым не надо стараться, в общем, от бедра просто лупишь и все. Ну, для меня Кубз сейчас топ-1. Ну, как и была. Потому что сам пассиаган приятный, с подстволом можно отформить трупы. Еще то, что свапается прицел, это прям помогает в многих моментах. Топ-2 для меня, ну, сейчас, скорее всего, это, ну, будет Корт. Многие с Кортом начали играть. Для некоторых он будет топ-1. Но мне эта пушка не очень понравилась. Но тот факт, что она простреливает все ящики, это прям вау. Но тут, типа, тоже дело привычки. Ну, и третье, это, скорее всего, К-12. Тоже из-за ваншота в голову. Я не знаю, какие точно там моды нужно ставить, чтобы пули прям летели, типа, точно. Но вот я когда поиграл, у меня прям очень сгорело на этот ган, потому что пули летят мимо прицела. Ваншота, да, прям, такого огромного, который обещали, нету. И как-то так. Ошеломительные новости были после того, как я прослушал про игроков мнений. Но я просто обязан сыграть с этой штукой и посмотреть, сколько нужно в руки, ноги и тела. Я, типа, Корт, ну, тестировал же уже. У меня уже был отдельный ролик. Но сейчас я охерею, наверное. То, что мне сказали турнирные игроки, я вообще никак не, мой мозг не воспринимал. Просто. Раз, два, три, четыре. Четыре пули в тело. Чего обманывают? Две, три. Обманщики. Раз, два, три, четыре, пять. Конечность пять вообще. А под шприцом что? Под шприцом так же будет? В голову тут точно нет смысла прогреть ваншот. И будет ваншот в голову? Не, ваншот-то будет, конечно, ничего. С ума сошел. Пять патронов. Ну, не поменялось ничего. Здесь что? О, здесь девочку можно ходить, ящики там, тарабанить нахер мужиков. И подсадку всю можно простреливать. А ящики простреливают? Ну-ка, встань за машину. У тебя урон проходит? Проходит. Так она, я бегаю с пламиком тогда. Пошел геймплей. Не, я не знаю, что говорят, что там, я там, я, параша, как помню, говно. Я прострелил у тебя, чела, за ящик. А-а-а! Че-то я, кажется, понял прикол эти штуки. Вот убил Алика за ящом. А-а-а! Слушай, я щас нахуяю. Они ушли. Я насувал прострелом чела на уфуку. Я понял прикол этой штуки, но... Ай, ну как бы вообще не прикольно. Тяжело с него убивать очень. Он не убивает так быстро, как описал там проигрок. На мэй. Нет, че, он не застрял в этой... Не, пулемет Параша вообще лютая просто. Я не знаю, че там они в нем нашли. Там отдачу хер с контроллером. Че-то там первые пять пули, он сказал, там в точечку летят. Че-то вообще нихера не летят в точечку. Прикольно Базара 0 с ним играть, но... Я не знаю, у них есть возможность выбирать карты. Возможно, они там под специальные пики, типа переулки, будут брать корт. И будут просто все подряд шить. Но это Параша вообще лютейшая. АК Альфа даже лучше, чем вот эта херик по мне. Поэтому, не, это даже в топ-3 не входит. Какой это в топ-3? Даже в топ-5 не входит. Это вообще лютое говно. Невозможно с ним играть нормально, адекватно.